Здравствуйте! В эфире новости на русском. В студии Баку-Ньюс Аиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. Руководителя офиса ЮНИСЕФ в Азербайджане пригласили в администрацию президента Азербайджана, где ему выразили обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями главы Ереванского офиса структуры. Откровенно клеветническая и предвзятая кампания, проводимая различными политическими силами Франции против Азербайджана, перешла все нравственные границы. Общественность Азербайджана отреагировала на письмо парламента Франции, адресованное президенту Макрону. Своим хитрым планом Тегерам попытался осуществить террор против Турции чужими руками. За что же Иран мстит соседнему мусульманскому государству? Сегодня в выпуске. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии второй части центрального парка в Баку. Глава государства был проинформирован о работе, проведенной в парке. Было отмечено, что работа по реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству на территории в столице, именуемой бывшая советская, были начаты в ноябре 2013 года. Цель создания центрального парка, автором проекта которого является австрийский архитектор Янс Хоффман, сделать облик Баку еще краше, организовать культурный отдых жителей столицы и туристов на современном уровне. Глава Ереванского офиса ЮНИСЕФ превысил свой мандат и рамки полномочий. Руководителя офиса организации в Азербайджане пригласили в отдел внешнеполитических связей администрации президента Азербайджана и выразили ему обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями главы Ереванского офиса структуры. Глава Азербайджанского офиса ЮНИСЕФ был приглашен в отдел внешнеполитических связей администрации президента Азербайджана. На встрече представителю ЮНИСЕФ была выражена обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями главы Ереванского офиса ЮНИСЕФ, высказанными им о суверенной территории другой страны. Было подчеркнуто, что глава Ереванского офиса ЮНИСЕФ превысил свой мандат и рамки полномочий. Представительство ЮНИСЕФ и резидент-координатор ООН в Азербайджане признали ошибочность действий главы Ереванского бюро ЮНИСЕФ. Напомним, что 28 декабря Ереванский офис ЮНИСЕФ выступил с заявлением, в котором отметил, что закрытие Лачинского коридора влияет на детей, ограничивая доступ к основным услугам, необходимым им для выживания, здорового роста и благополучия. Накануне вечером и на протяжении минувшей ночи подразделения Вооруженных сил Армении с территории населенных пунктов Басаркичарского района обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Дашкисянском районах. Как сообщает Минобороны Азербайджана, азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры. Минобороны еще раз заявило, что вся ответственность за возникшую напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении. Откровенно клеветническая и предвзятая кампания, проводимая различными политическими силами Франции против Азербайджана, перешла все нравственные границы. Общественность Азербайджана отреагировала на письмо парламента Франции, адресованное президенту Макрону. Представители азербайджанской общественности отмечают, что откровенно двойные стандарты, с которыми сталкивается Азербайджан, дискредитируют нормы и принципы международного права в мире. Представители общественности Азербайджана распространили обращение в связи с письмом, адресованным президенту Франции от имени руководителей политических сил, представленных в парламенте этой страны. В тексте обращения говорится, с чувством сожаления отмечаем, что откровенно клеветническая и предвзятая кампания, проводимая в последние годы различными политическими силами Франции против азербайджанского государства и народа, перешла все нравственные границы. Эта несправедливая кампания, которая направляет отношения французской общественности к Азербайджану в ложное русло, вызывает у нашего народа серьезную обеспокоенность. Авторы пишут, что в действительности природные ресурсы на азербайджанских территориях, где временно размещен миротворческий контингент Российской Федерации, незаконно эксплуатируются, также наносятся серьезный ущерб окружающей среде. В период, когда Армения оккупировала азербайджанские земли, выгоду от этой незаконной экономической деятельности получал не простой армянский народ, а военные преступники – бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Сарксян. В настоящее же время наши природные ресурсы эксплуатируются Рубеном Варданяном, занимающимся отмыванием грязных денег, оборотом наркотических средств и незаконной торговлей оружием, вывозятся в Армению, а оттуда в другие страны. В отличие от французских политиков, ведущих очернительную кампанию против Азербайджана, мы опираемся на факты. В отчетах и резолюциях, принятых ОБСЕ, программах развития ООН, программах по окружающей среде ООН, парламентской ассамблее Совета Европы были подтверждены факты незаконной экономической деятельности и незаконной эксплуатации природных ресурсов на наших бывших оккупированных территориях, говорится в обращении. Также представители общественности Азербайджана в обращении говорят о том, что, вопреки утверждениям армян, политика этнической чистки была осуществлена ими против азербайджанцев. Ставшие жертвами агрессорской политики, Армении и азербайджанцы были изгнаны со своих исторических земель. 20% признанной ООН территории нашей страны подверглись оккупации. В результате более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Эти факты подтверждают резолюции Совета безопасности ООН, за которые проголосовала и Франция, говорится в обращении. Авторы также напоминают, что, избираясь президентом во второй раз, Эммануэль Макрон провозгласил, что одним из главных направлений его деятельности будет вопрос окружающей среды. В этом контексте использование Франции своих возможностей для того, чтобы остановить экологические преступления армян на азербайджанских территориях, где временно размещен миротворческий контингент Российской Федерации, полностью соответствует политике французского правительства, говорится в тексте обращения. В заключении представители общественности Азербайджана отмечают, что справедливости наполовину не бывает и что откровенно двойные стандарты, с которыми сталкивается Азербайджан, дискредитируют нормы и принципы международного права в мире. На дороге Ханки-Анди-Лачин экоактивисты готовятся встречать новый 2023 год. Они соорудили на территории проведения акции большую новогоднюю елку из пластиковых бутылок. Напомним, что акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 19 дней, несмотря на морозную погоду. Экоактивисты демонстрируют плакаты и скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. Они поют патриотические песни. Требования участников акции остаются неизменными. Демонстранты продолжают скандировать лозунги. Азербайджан хозяин своих недр. Конец экологическим преступлениям. Стоп эко-террору. Берегите природу. Экоциду нет мониторингу. Да. Между тем, на участке дороги Ханки-Анди-Лачин в очередной раз созданы условия для движения транспортных средств. Так, в очередной раз проехали автомобили Международного комитета Красного Креста, а также машины снабжения российских миротворцев. Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции. На территории Лачинского района сданы в эксплуатацию новые военные объекты. Как сообщает Минобороны Азербайджана, замминистра обороны, начальник главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Эмбер Эфензиев посетили несколько боевых позиций и введенные в эксплуатацию в пункты размещения в Лачине. Было доложено, что военнослужащие бдительно несут службу на боевых позициях. В пунктах размещения созданы все необходимые условия. Проверена боеготовность личного состава, тактические задачи по различным элементам боевой подготовки были выполнены военнослужащими с высоким профессионализмом. Военнослужащих поздравили с предстоящими праздниками и вручили подарки. Исламский режим Ирана еще раз подтвердил, что в его основе лежит терроризм. Своим хитрым планом Тегеран попытался осуществить террор против Турции чужими руками. За что же Иран мстит соседнему мусульманскому государству? Об этом мы узнаем из следующего материала. Власти Ирана взялись за старые. В принципе, исламский режим никогда не обрывал связи с террористами, не брезговал их услугами и не скупился на их финансирование. Но почему у МУ возникла необходимость устраивать террористические акты на территории Турции именно сейчас? Как известно, в турецком городе Ван задержаны пять членов террористической организации рабочей партии Курдистана с боеприпасами и взрывчаткой, которые готовились к терактам. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на пресс-конференции подчеркнул, что заказ террористы получили из Ирана. Отметив, что структура давно преследуется подразделениями безопасности в Ване, Сойлу сказал, что приказ исходил с другой стороны границы города Ван, иранского города Келереш. Чем же Турция настолько насолила Ирану, что его власти решили прибегнуть к услугам курдских террористов. Интересы Турции и исламского режима на первый взгляд не особенно пересекаются. Но это иллюзия, возникшая лишь потому, что обе эти страны мусульманские. Правда, они различаются с точки зрения направлений религии, поскольку большая часть мусульманского турецкого населения в Турции следует суннитскому исламу, а более 90% мусульман в Иране следует шиитскому. Но разве может это быть причиной террора? Нет. Тут, конечно, дело в другом. Иран с самого начала восхождения Турции на место лидера исламского мира был настроен против Анкары, так как исламский режим считает таким лидером себя. Правда, никто, кроме иранских, мол, не в курсе этого. Но это не мешает им продолжать себя в этом убеждать. С другой стороны, Турция – один из ближайших соратников США и член НАТО, а исламский режим якобы противостоит неверным. Но так ли это на самом деле? Действительно ли исламский режим находится во враждебных отношениях с Вашингтоном? Или это всего лишь ширма, появившаяся в далеком 1979 году во время исламской революции в Иране? А может быть, в действительности исламский режим является проектом Ленгли? Сейчас Турция, несмотря на союзнические отношения с военным блоком США, разыгрывает свою карту в украинском конфликте, стараясь выжать максимум для себя и не портить отношения ни с Россией, ни с Западом. И тут Иран при помощи курдских террористов совершает теракты в Турции, оказывая давление на Анкару. Получается, что и Вашингтон вроде ни при чем, и у Тегерана руки остаются относительно чистыми. Однако, если бы эти теракты совершились, Анкара явно получила бы нужный для и от США месседж. С другой стороны, Анкара наладила отношения с Израилем. При этом их сотрудничество в сфере безопасности, разведки, контрразведки и военной промышленности и вовсе не прерывалось, а сейчас готовы перейти на новый уровень. Безусловно, эту горькую пилюлю Тегерану проглотить и переварить очень и очень сложно. Но вишенкой на торте и довольно неожиданным сюрпризом для Ирана стала реакция Турции на попытки Тегерана напугать Баку, проведя дилетантские военные учения на границе с Азербайджаном. Не будем говорить о том, что эта попытка была, мягко говоря, забавной, ведь Азербайджан – страна, за 44 дня разгромившая армию младшей сестры Ирана, а армия Турции входит в топ-десятку самых сильных армий мира. Тот факт, что сразу после этого азербайджанская армия вместе с турецкой провела военные учения, в том числе и вблизи границы с Ираном, реально испугал бородатых мул. И они не придумали ничего лучшего, чем нанять таких же террористов, каковыми являются сами, то есть членов Курдской рабочей партии, для совершения терактов на территории Турции. Однако Турция с каждым днем становится сильнее, а еще большее сближение страны с Азербайджаном однозначно не может не тревожить врагов. И сегодня уже всем ясно, что если Баку и Анкара объединяют свои силы, то и враги у них теперь тоже общие. Наши соотечественники из Южного Азербайджана направили режиму Мул особый месседж. Как сообщает телеграм-канал Азад Иран, по случаю приближающегося дня солидарности азербайджанцев мира, который отмечается ежегодно 31 декабря, наши соотечественники вывесили на остановке на центральной улице Тегерана плакат с изображением президента Азербайджана Ильхама Алиева и надписью «Ильхамла Иряли». Накануне, благодаря бдительности пограннаряда Государственной пограничной службы в Ярдомлинском районе, был предотвращен контрабандный ввоз крупной партии наркотиков из Ирана на территорию Азербайджана. Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, нарушители границы проигнорировали законные требования пограничников и открыли по ним огонь. Пограннаряд применил оружие в предупредительных целях, вследствие чего нарушители бросили имеющийся при них груз и скрылись на территории Ирана. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты 170 кг-106 г наркотических веществ. В связи с вооруженными инцидентами проведена встреча с представителями органов пограничной охраны Ирана продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Это были все новости на сегодня. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс по будням в 19.00, а также на наших каналах Инстаграм, Телеграм и Фейсбук. Всего вам доброго и до встречи!